Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и у нас продолжение, собственно говоря, кукинг-симулятора. Нужно тут подготовительную фазу пропустить, потому что она нам не нужна, мы с тобой уже примерно понимаем... Опа, чеки, а кто тут суп варит? Кто тут суп-то варит? Ну-ка, вылить надо. А, вылить можно, кстати, в мусорку сказали. Главное, чтобы не перестараться. Новый заказ, это вот наша любимая рыбеха с двумя картофельными. Собственно говоря, начнем с непосредственно воды. Литр надо налить водички, положить вот две картошки, 20 грамм соли и варить. Так, вот так. Угу. Пойдем с двумя картошками. Раз, два. Поставим на плиту, вот на вот эту вот. Наверняка, что посмотрим. Вода, соль, да, соль 20 грамм, все хорошо. Прям память моя сегодня меня радует. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да пофигу, сыпем больше, больше сыпешь, солоней-то будет вкуснее гораздо. Гораздо вкуснее сразу все становится с солью-то. И, естественно, 120 секунд мы варим это дело все. Все. Установим на две минутки таймер, поставим и пойдем подожгем кастрюльку. Перейдем непосредственно к лососю. 210 грамм лосося. Мы должны взять вот так. Ага. Положить вот сюда. Положить его сюда, посолить, поперчить. И на сковородку положить индигредиенты. Пюрешечку мы выли... А, пюрешечку можно вылить, наверное, вот так. Угу. Все. Подсолнечного масла сколько-то там нужно налить, да? 10 миллилитров. Ага. Ага. Опа. Первый раз, по-моему, я налил ровно столько, сколько нужно было. Один хер перелил. 11 оказалось. Каким таким образом? Так, что я делаю-то? Соль и черный перец. Соль. 5 грамм. Нет, какие 5 грамм соли? Мне нужно на вот это вот-вот, на вот это вот-вот насыпать соль. Раз, два, три, четыре, пять. 5 грамм сюда. И черного перца. Это же черный перец-то. А то я могу перепутать. Черный перец. Раз, два, три, четыре, пять. Красота. И все это дело жарим. Верно? По 60 секунд с каждой стороны. Но тут можно особо не засекать, потому что оно показывается вот здесь. И пока все это дело происходит, мы должны найти с тобой швабру. Швабра вот она. Ага, вот, понял, как это убирается. Красота какая. Удобно-то как. Написали, что губкой можно вытирать с поверхности. Только что-то я никак не пойму, как можно убрать с поверхности грязь, если губка ничего не делает. Так, картошку выключаем. Угомонись. С лососем что делаем? Лосось еще рано. Картошка пусть, наверное, пока в воде лежит. Мы пока возьмем губочку. И положим ее вон туда. Пусть впитывает. Так. Ой, блин, мастер, просто мастер-шеф. Как я умею-то, а? И как вот надо вытирать? А, вымыть? Ёб твою налево. Кто бы мог подумать, да? Может быть и там можно было вымыть с пола тоже, нет? Как ты думаешь? Ой. Не трогаем. Не трогаем, а то мало ли что, сломаем еще. Вымыть? Ой, да это... Ой, да как все просто-то оказывается. Все гораздо проще, чем я думал. Серьезно. Так, что там полососим? Полососим все хорошо. Возьмем тарелочку. Большую, зачем ты взял такую большую тарелку-то? Зачем? Так, украшать ничего не надо, значит хорошо. Берем две картошки. И одного лососика. Опа. Красотень-то какая. Ой. Как мне нравится-то все это. Вроде правильно все сделал. Чаевые. Блин, а почему опять-то соли не хватает? Лосось, небось, не соленый до конца, да? Жалобы гостей. Техника идеальна, температура идеальна. Слишком много соли в вареном картофеле. Обман. Было идеальное количество соли. Не знаю, чем не нравится. Это придирки просто. Я вижу картофель фри и баранину, скорее всего, да? Стейк. Возьмите продукт стейк. Пойдем возьмем продукт стейк. А у меня же его нет, я уже его не покупал. Поэтому. Апа, покупал. В раке все это. Взяли стейк. И куда его девать надо? Соли 4 грамма, черный перец 4 грамма. Положим вот сюда. По 4 грамма всего насыпем. Раз, два, три, четыре. Ага. Вот соли тоже 4 грамма положим. Раз, два, три, четыре. Прямо как для себя готовлю. Обжарьте в течение 45 секунд с каждой стороны. Переложите на тарелку, подавайте горячим. Ладненько. Пюре вот это вот сейчас мы... Оп. Выкинем. Пока что выключим. Возьмем. Руками, естественно, стейк. Потому что это у нас кухня такая... Свойская, свойская кухонька. Возьмем, заведем давай все-таки... На сорокеточку. Угу. Так, а там что нужно было сделать? По поводу-то картошки. Продукт картошку 300 грамм, приправу соль. Порежьте ингредиент картофель на части по 15 грамм. Да ладно тебе. Ты серьезно что ли? Сколько времени мне на это все дается? А, еще 8 минут. А тут не пишут сколько жарить? Тут не пишут сколько... Где температура не пишут? Серьезненько что ли? Что я делаю не так? Я, может, что-то делаю не так, правда? Я же без масла делаю-то все, ну... Погоди. А где мне его обжарить-то нужно? Серьезно? А как... Стейк-то нужно жарить, наверное, на какой-то... Ну вот это вот ерундовине, да? Че я туплю-то? Пойдем вон туда положим. На. Делов-то. Делов-то, блядь, сразу не могли сказать. Я че догадываться должен? Ну-ка заведи на 40 секунд. Не, поближе поставить, положить этот будильник, чтобы он тут орал. Во, пошло-поехало. Так, по поводу картошки. 300 грамм картошки нужно взять. 300 грамм картошки, это, конечно, очень здорово. Это аж две картошки, опять же. Ее нужно посолить, поперчить там и что-то сделать. Так, где-где картошка? Вот она. Ну, положим вот сюда. А нет здесь никакой специальной этой-то... Ерундовины, которая бы у нас... Это, резала картошку на ровные части по 15 грамм. На то уж больно это все замороченное дело. А. Понятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Горячо, 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 горячо. Бежим, 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 скорее бежим. И, естественно, еще сорокеточку добавляем. Да? Да. Картошку, соли 6 грамм. Порежьте ингредиент. Картофель на части по 15. Обжарьте во фритюре в течение из 30 секунд. Переложите на тарелку и подавайте горячим. И веточкой розмарина украсить. У нас 6 минут еще есть на это все дело интересное. Давайте пока не будем заморачиваться с картошкой. Сейчас я... Так, на тарелку на какую? На обычную тарелку, да? Ну и ладно. Ой, что-то фризишь-то. Да что такое-то? Ну тут какая нарисована? Тут большая нарисована, такая глубокая, большая тарелка. Вот такая. Не ори. Давай теперь будем разбираться с картошкой. Возьмем одну картофелину. А в чем, кстати, обваривать-то нужно? Обжаривать это все дело? Во фритюре это я понимаю, а вот по поводу самой посуды-то... Нужна же специально эта решеточка какая-то там или еще что-то. Вот это же фритюрница, нет? Или где фритюр? Что такое фритюрница? Я не понимаю просто. Я просто никогда в жизни во фритюре ничего не жарил, поэтому... Поэтому с меня особо это спрашивать тоже глупо. Давай посмотрим по жидкостям. Может быть тут есть специально подсолнечное масло, которое во фритюр? Нет? Нет? Дуршлаг. Вот... Сетка для фритюра. Купить. Нужна ли она мне или нет, я не знаю, но... Теперь она у меня есть. Ну-ка вот, где она? Да чтоб тебя, ну... Все, вот так вот будет лежать она у нас здесь с тобой. Ножик. Ножик мне нужен, ножик. И по 15 грамм режем картошку. Ну, естественно, начнем мы с самого простого. Это вот так. Руки не дрожат. Ага. А можно теперь не вокруг, а вот так вот положить? Не? Хрен, нельзя так положить. Ну и ладно. Пойдет. Нет, не пойдет. Да пошли они в жопу, они хотят очень много. Так, как-нибудь можно вот положить ножик? Взять вот эту вот ерундовину? Да пол... Да... Какой черный перец, какой... Тут все подряд уже намешано, да? Я понял, понял. Ладно, давай вот так вот возьмем, короче, все. И... И катись оно все пропадом вообще, не знаю. Чтоб поровнее вот главное было бы, да и все. Ну как, здесь поровнее вообще речи быть не может. Потому что здесь как-то уже все криво. Ну что поделаешь? Что поделаешь? Можно сеточкой сразу прям захватить эту картошку и все? Ой, какая ровная картошка. Это уже по-деревенски, а не фри. Ай, блядь, какая огромная картошка. Тихо ты, ну зачем ты на пол-то уронил? Ну... Ой. Мне вот эту картофелинку взять? Ага, молодец. Так. Так. Поставь вот это дело вот сюда. Возьми вот эту картофелину. Положи вон туда. И вон ту большую взять. Взять вот ножик. Ой, бляха, муха. Не на ту кнопочку нажал. Ну бывает, с кем не бывает. Мне вот с этой сторонки подойти? Ага. Угу. Да чтоб тебя, ну. Руки-то не дрожат. А, не на ту кнопку нажимаю. Ну ничего страшного. Раз, два, три. Все. Да, уйди ты, уберись. Короче, сломался, сломалась картошка, сломался ножик, скорее всего. Две минуты остается, мне еще одну картошку надо жарить. Ой, варите, блядь, как варить, как? Резать надо картошку, еще одну. А я сейчас первой не закончил. Ладно, будем считать, что хорошо все. И как-то надо так притрапиться, чтобы... Ой, блин, как же сложно-то. Да... Во... Ой. Вот так вот... Вот так вот сверху положи. И вот это тоже сверху брось. И будем резать вот так. Ага. Вот так, вот так, вот так, вот так. И вот... Ну и вот тут тоже резанем. Почему нет? Краса... Красота же. Блядь, не красота, не хрена. Ты смотри, какая здоровенная картофелина получилась. Явно не 13 гр... Ой, не 15 грамм. Да что ты делай? На пол все падает. Летит во все стороны. Режется не так, как я хочу. Мне эта игра нужна для VR. Для начала, конечно, мне нужен сам VR. Потом уже игра. Блядь. Управление здесь, конечно, вообще адовое. Да чтоб тебя за ногу укусили, ну. Сколько? А сколько там ее жарить надо? 30 секунд. Нормально. 30 секунд это многое. Она не режется больше. Она не хочет больше резаться. И чего? 30 секунд, говорит. 30 секунд. Ну 30 секунд, так 30 секунд. Мы сейчас все сделаем. Веточка розмарин. Пойдем розмарин найдем. Где там розмарин? Есть у нас розмарин? Нет? Да, есть веточка розмарин. Пойдем положим на стейк сверху. Давай быстрее, 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 быстрее. Че? Да какие сверхурочные? О чем ты говоришь вообще? Ты в пизду. Вот. Все. Вот так это должно выглядеть. Блять. Красота. Понесли. Путь жрет как хочет. Я не знаю, надо было тарелку больше брать. Зато скорость какая красота. 5 звезд дали аж. И славы 0. Обидно. Ладно. Че у нас там за еще один заказ? Запеченный форель. Но запеченную форель-то мы умеем готовить. Берем противень, форельку и, естественно, ее солим, перчим и что-то только не делаем с ней. Так. Сушеный перец, тимьян, сушеный укроп. Так. Че там? Забыл опять. Укроп. Черный перец, тимьян и укроп. 5 грамм, да? 5 грамм. Раз, два, три, четыре, пять. Тимьян и укроп. Раз, два, три, четыре, пять. Да чтоб тебя, ну. Хрен мне не нужен, тимьян нужен. Без тимьяна жизнь вообще не представляет из себя никакого смысла. Такая, вот так вот хорошо. И че мы с ней делаем еще? На 90 градусов, ой, на 90 секунд ставим в духовочку. Красота. Форелька пошла. На 90 секунд. А 90 секунд это что у нас? Это у нас с тобой минута 30. И мы идем дальше смотреть, че нужно делать дальше. Ингредиент лимон на четверти по 20 секунд, ой, по 20 грамм. Понятно. Лимончик, лимончик. Давай-ка мне лимончик, я пойду его резать на ровные дольки. Стараться, по крайней мере, на ровные дольки порезать. Пока еще неизвестно, нам это не удавалось, но мы постараемся. Так, вот где-то вот так, наверное, да? Вот так. Ага. Теперь он должен был развалиться. Да, развалился. Теперь мы вот это делаем, дело режем вот так. Развалился, развалился. Положим вот этот лимончик сюда, а вот этот лимончик вот сюда. 22, 19. Ну, блин. С кем не бывает. Вот, вот так вот. Ля, какая красота. 21 и 18. Вообще прям практически идеально. Че там по хрену-то хрен? Приправа сушеный хрен. Сверху еще потом посыпать сушеным хреном 5 граммами. Переложить на тарелку и подавать горячим. Из свежей петрушки 6 грамм. Это 3 веточки. Ну, ладненько, давай дождемся пока вот эту вот ерундовину. А, пойдем за тарелкой. Тарелка какая здесь? А, такая же. Такая же большая тарелка. Возьмем такую, потому что она красивая. Не знаю, мне она больше нравится. Все, будильник выключаем. Кладем. Выключаем эту ерунду. Берем тарелку. Берем форельку. Берем дольки лимона. Опа, нет, подожди. Хрен сушеный нужен. Хрен сушеный обязательно. 5 грамм. Раз, два, три, четыре. 5, говорю. 6 грамм насыпал, 5 грамм всего попал. Ремонтчику. И 6 грамм петрушки. Раз, два, три. Подаем. Должно быть идеально. Там вообще все хорошо получилось. Да, идеально. Вот, вот, че-че я научился готовить именно форельку. Это самое лучшее, что у меня пока получается. Жалобы гостей, кстати, есть? Ну, это все идеально. Еще бы. Сегодня мы больше не берем заказ. Доделайте, иначе ты готовьтесь к завтрашнему дню. Давай уберемся. Убраться нужно обязательно. Ну, потому... А... Нет, шваброй, наверное, не уберешь. Вот это все. Дерьмецо-то. Ну, кто знал, что картошку фри так сложно накладывать? Ну, ты знал, что ее так сложно наложить? У меня никогда сложности с этим не возникало. Ну, видимо, это сложно. Тем более, когда играешь за рука жопого этого товарища, повара, то удивляться нечему. Удивляться нечему просто. Слушай, может, все-таки можно это сделать как-то шваброй? Давай попробуем. Просто попробуем. Как говорится, за спрос денег не берут? Нет. Хуй, нельзя так делать. А, погоди. А, бросить могу. Бросить мне не надо было. А что я туплю-то? Надо вот брать вот так вот сетку. Набирать картофелины. Конечно, это не легче. Это вообще не легче. Это еще, можно сказать, даже сложнее. Попасть по вот этой маленькой картофелине. Ну, а что поделаешь? Зато немножечко, говорю, быстрее. И выбросить все дело в мусорку. Так. Это положим туда. Это мы сливаем масло. Хорошо, хоть сюда масло... Ой, не надо наливать. Шваброй нам протирать особо нечего. Кстати, телевизор можно выбросить, наверное, да? Потому что он у нас сломался. Он все равно не починится. А он не выбросится даже. Все понятно. Пусть лежит, отдыхает. Что у нас нужно протереть здесь? Вот губкой надо протирать столы. Пойдем губкой возьмем и протрем вот этот стол. Потому что он прям вообще ужас какой грязный. Теперь у нас будет идеальная чистота. Идеальная чистота будет. Разделочная доска, кстати, чистая почему-то. Несмотря на то, что мы порезали на ней лимон. Вымыть я хочу вот тут. Вот, видишь? Вот грязь. Я хочу ее вымыть. Пасибочки. Пасибочки. Так, и где у нас еще грязюк-то есть? Вот грязюка. Вот тут грязюка. И нужно взять вот это, положить сюда. Переложить вот это вот сюда. Вылить суп в мусорку. Взять губку. И вымыть плиту. Потому что плита грязная. Если плита грязная, это говорит о некомпетентности повара. И очень принижает нас в глазах клиента. Хоть он здесь и не бывает. Как бы нужно соответствовать своей должности. Нужно показывать, что ты не просто так, не хрен с горы какой-то. Так что, так что вот. Угу. Опа, вот тут вот мы не протер... Нет, надо протереть. А как мне внутри протереть? Ну-ка. Вот так вот протирать внутри сложно. А то меня это будет бесить. Это я тебе сто процентов говорю. Угу. Ну, уже куда не шло. Ух, ёпт твою мать. Смотри, какая грязюка. Её-то я и не заметил. Ладненько, на этом мы, наверное, закончим с тобой. Ну, не то, чтобы закончим серию, а закончим этот день. Пропустить фазу уборки, наверное, да? Вот этот вот ножик положим на место. Здесь сметана хрена до нихрена осталась. Выбросим её в мусорку. Возьмём швабру. Пойдём. Пойдём, поставим её на место. И, собственно говоря, на этом закончим день. Махнём чайку. Завтра к нам заглянет ресторанный критик. Произведите на него впечатление, и о нас узнают все. Хорошо? Хорошо, договорились. Сейчас мы произведём впечатление на критику, потому что мы можем. Перки, говорит, выбери. Давай выберем. Нажмите Space, чтобы ходить быстрее. Прихватки. Удобно. Так, дотянуться дальше мне не нужно. Тепловизор. Вот это вот было бы неплохо, кстати. Бутылки не будут биться. Полезные связи с рестораном критик будет менее требовательны на экзамене. Время замедляется при нарезке ингредиентов. Вот можно вот насыщенный день прокачать. Даже нельзя, что выбрать из этого. Нет, деньги я не буду. Деньги возвращать — это глупо. Давай на следующий день прокачаем. Ну вот это... Ты вот сейчас смотришь и, наверное, думаешь, вот ты дурак совсем, что... Вот из всего самого нужного ты выбрал самое ненужное. Очки навыков. Аж целых три доступно. Естественно, мы выбираем... Требовательность вот эту вот... Вот эту вот мы прокачиваем. В любом случае. Больше очков славы получаем. Это бесспорно самый важный элемент, доступный нам сейчас. Потому что очки славы — это самое главное. Самое главное. Деньги — не главное. Очки славы — важно. Томатный суп — популярная штука, поэтому сегодня мы выбрали это блюдом дня. Кстати, мне написали, что если это будет блюдо дня, то тебе нужен черпаком вы этого. Похвастаться своими кулинарными наработками, надеюсь, вы не растеряетесь. Хорошо. Мы открываемся через час, используя это время, чтобы подготовиться к работе. Договорились. Через три часа ресторанный критик придет. Томатный суп. Нужен нам с тобой куриный бульон. Соль. Черный перец. Молотый каенский. Очень много всего нужно, блин. А можно как-то это вывести на главный экран, нет? Я бы рад был бы только. Блин. Начнем с куриного бульона. Ладно. Куриный бульон. А, 700, да, его 700 надо налить в кастрюлю. 700 куриного бульона. Погнали. Наливаем 700 куриного бульона. Отлично. Прям как по этому, по книжечке. Так, куриный бульон 700, соль 12, черный перец 12 и каенский перец 6. Соль, черный перец и каенский перец. Соль, черный перец, соль. Соль, черный перец, естественно. Как без черного? Микрофон-то включил, то болтаю, сижу. Черный перец. И каенский перец. Он у нас, он там вот с краешку, по-моему, стоит. А, вот он. 6 грамм. 6 грамм каенского перца. 2, 3, 4, 5, 6. Идеально. Что там нужно еще? Помидоров, там, по-моему, 8 штук надо. Они по 120, что ли? Ой, по 120. Да, по 120 грамм они каждый, поэтому, получается, одну луковицу нужно и 8 помидоров. Короче, 960 помидоров, репчатого лука 120. Сразу репчатый лук возьмем, чтобы он это, чтобы на него память свою не тратить. Да, один репчатый лук и 960. Да, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бросим это дело сюда. Возьмем блендер. Или, как он там называется, погружной измельчитель. Так, вот, сдвинуть вниз. И сейчас эту кашу всю будем варить. Ну, потому что мы можем. Потому что мы можем. Потому что мы сейчас сварим, будет все хорошо. Что там еще нужно? Сметану 150 добавить сюда. Хотя, наверное... А, ну тут надо было измельчить после варки. Но, я так понимаю, без разницы. Мне там в комментариях писали, чтобы все вместе варилось. Нужно сразу измельчать и не париться. 60 секунд надо дело варить, а потом 150 сметаны налить. Хорошо. Договорились. 60 секунд. 60 секунд. Так. 60 секунд. И сметанки. Сметанка кончилась. Сметанка надо купить. Специи. Жидкости это у нас. Жидкости сметаны купили. Нет, положили вон туда. И давай черпак возьмем. Поварешка 150. Вот поварешку 150. Написали, что нужно ты так-то, 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 сяк-то брать и 300 наливать. Ну, если нужно 300 наливать, мы будем наливать 300. Делов-то. Я так понимаю, можно уже приготовительную фазу-то закончить. Подготовительную. Сегодня этот супный день. А, вот оно как раз и готов. Точнее, не готов, а скоро будет готов. Кстати, смотри, как он долго варится. 60 же нужно варить было. 60, да. А потом сметаны. Да. Что за глупости? Что-то он не готов. Положи. Ну, давай, выключим. И теперь нальем в глубокую тарелку... Нет, сметаны надо туда налить сначала. 150. 150 сметанки, а потом уже... Потом уже думать. Вот где-то так. Положим это дело вот сюда. И возьмем глубокую тарелку. Поцупец. Блин, положим это все дело вот сюда. Кастрюлю возьмем, положим вот сюда. Возьмем черпак. Угу. Два черпака, получается, нужно брать. И пойдем отдадим заказ. Ну, наверное, он доварился. Хрен его знает. Если не доварился, сейчас доварим. Да. Да, смотри. Пятизвездочное все просто. Фух, блин. Ух, какой я молодец. Гость доволен. Все идеально. Просто все идеально. Скоро пойду брать у него заказ. Давай, сходи к нему, возьми у него заказ. Чтобы он был доволен. Пусть он томатный суп закажет. Я ему сейчас вот налью его. Блин. Я не хочу это больше готовить. Я не хочу. У меня, блин, нет желания это все делать. Стейк 220. Ладно, давай. Стейк 220. Приправим его сейчас. Так. Да. Угу. Стейк 220. Приправа с солью черного перца по 4 грамма. Раз, два, три, четыре. Положи. Положи. Так. Раз, два, три, четыре. Положи. Возьми. Пойдем бросим это дело вот сюда. 4,4. Все верно. И 45 секунд с каждой стороны. Возьмем будильник. Установим его на 50 секунд. Ой, на 50, говорю, секунд-то. Нет. Да, вот так. Поставим его. И на 45 секундах откроем огонь. На поражение. По поводу картошки. Что делать с картошкой будем? Я хрена узнает. Хотя бы потому что. Просто с картошкой вообще непонятно, что делать. Как ее резать и где. Может быть есть какой-нибудь инструмент какой-нибудь, чтобы я его... Не забывайте, для кого сейчас готовить. На кону очень много. Да, здорово, конечно. Конечно. Щипцы, чаши комбайна. Ротивень. Нож. Малая маленькая кастрюля. Лопатка, дуршлаг. Большая шпажка. Большая кастрюля. Ай, бляха-муха. Ох, бляха-муха. Мне бы хотелось бы что-нибудь такое эдакое. Чтобы оно само резало. Может комбайн купить? Может в комбайне можно это все делать? А зачем комбайн нужен вообще? Бежим скорее. Бежим, бежим, бежим. Отстань. Лопатка. Включаем и переворачиваем. Ну, стейк я научился делать. Ладно, со стейком вопросов нет. А вот что делать с... Как ее называются? Как раз таки уже с... С... С картошкой? Вообще не ясно. Так, ну... Где-то, может быть, можно порезать все это дело, нет? 70 минут мне хватит, чтобы это все порезать. Не знаешь? Я тоже не знаю. Ой, пойдем найдем большую тарелку, чтобы в нее точно все поместилось. Вот казалось бы, куда уж больше, да? Ай, 300 грамм картошки, приправы, соли, 6 грамм, порежьте ингредиент, картофель. Все, 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 отстань. Ладненько, вот это дело готово. И пусть лежит оно вот тут. Пойдем за картофелем. Ну-ка. Раз, картошка. Положим ее вот рядышком. И два, картошка. Положим ее уже непосредственно на доску. Как с ней бороться, я не понимаю. Я хочу ее порезать как-нибудь так эдак, чтобы она ровненько была. Вот здесь вот нет никакого устройства, чтобы она прям так шик. И все, и готово. Что, мне реально самому нужно все это резать? Порежьте ингредиент картофеля на части по 15 грамм. Если он 150 граммовый, то его нужно порезать на 10 частей. Правильно? 10 частей это что? Это надо пополам и на 5 частей. Правильно? Правильно. Давай, короче, так и сделаем. Вот так расхреначим его. Вот так. Блядь, пополам, конечно, да. И вот так. Раз, два, три. Нормально? Нет, не нормально. Это 4 части получилось. 5 частей. Отлично. Так, а вот это дело-то можно как-нибудь перевернуть, чтобы оно мне это самое... Малину всю не портило. Ладно, давай вот с этой стороны попробуем порезать. Ничего страшного. Так. Примерно вот так. Раз. Два кусочек. Отвалить. Блин, не тот отвалился. Давай. Три. Ну и, собственно, вот так. Ну, примерно. Плюс-минус хотя бы. Сколько там? 9, 20. Ну, блядь, кому какая разница? Красиво же выглядит. Вот. Эть. 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 Ой. Тихо. Угу. Самое сложное это... Все это дело выложить на тарелку. Как бы для меня сейчас это реально самое сложное. Тихо. Подожди. Резать надо сначала. Нажать. Пополам. Ну, примерно хотя бы. И теперь уже на 5 частей. Так. Раз. Два. Так. Ну, и где-то вот так. Если это не 5, то... Убейте меня. Раз. Вот это второй. Третий. Вот это четвертый. А вот это пятый должен быть, да? Да, да, да. Ведь так и должно быть. Ну, как-то так должно работать. О, классно, кстати. Вот так вот мы и будем теперь делать. Возьмем вот это все. Конитель. Положим вот сюда. Ох, блин, какой я напряженный сейчас. И сколько там секунд надо жарить? 30 секунд. Ну, 30 делов-то. Даже думать не... Подумать не успеешь. Ух, блин, умаялся. Что-то я прям с этим... Картофелем. Кошмар. А вот как доставать оттуда, я вот не понимаю. Я, кстати, не посолил, по-моему. Да-да, я не посолил. Ну, ничего страшного, блядь. Беда какая. Ничего с ним не произойдет, если я не пос... Так. Ой, он пожарился. ЗВОНОК В ДВЕРЬ что ли там надо было? Или что-то там около того. Нет, подожди. 6 грамм. 6 грамм соли. Вот и все. Вот и славно. Вкуснотища просто прям неописуемая. Немножко недожаренная картошка, ну, с кем не бывает. Зато части из этой картошки, часть из этих картофелин весьма пикантно прожарена. Это вот невыносимо. Ну-ка. Да что ты... Вот так вот, давай, высыпайся. Давай, выпадай, говорю уже. Маленькая картошечка упала. Блин, а как ее теперь взять-то? А ее теперь взять тарелочкой надо. Угу. Вот так вот. Оп. Красота. Времени у нас с тобой вагон. Еще аж 2 минуты целых. Пойдем, возьмем стейк. Положим. Что-то нужно веточку розмарина 10 грамм. 10 грамм, кстати, розмарин это нужно. А тут 5. То есть 2 веточки. Угу. Ну и, собственно говоря, пойдем отдадим всю эту канитель нашему ресторанному критику. Если ему что-то не понравится, пошел он в жопу, я не знаю, я старался. Я готовил. Три звезды, сука. Ну что за человек такой? Плохая техника резки. Да пошел ты в жопу, у меня ножа в руке нет, чтобы я так резал хорошо. Ошибка при нагревании, но это, естественно, пережарил немножечко я там. Температура идеальна, вкус... На вкус, главное, идеально. А здесь почему-то 3 звезды. Даже трех нет. Ой, господи, ладненько. Рестаин критик сразу отметил ваши скудные кулинарные навыки. У вас не было ни малейшего шанса. Да пошел ты. Добавьте на сковородку ингредиенты. Топленое масло, соль, черный перец, креветки. Понятно. Топленое масло где? Топленого масла сколько нужно? 30 миллилитров. Делов-то. Сейчас все сделаем. Красота. Так, соль 10 грамм, черного перца 10 грамм. Соль и черный перец. Соль 10 грамм. Я не знаю, этот ресторанный критик, он такой прям противный. Реально критик, блин, только критиковать и умеет. Пусть сам приготовит, пусть идет и приготовит. Он, наверное, кроме яичницы вообще в жизни ничего не готовил. А тут ему нужно, пришел он в ресторан видеть или стейк ему захотелось. Пусть домой идет и готовит сам. Так, и креветок 120 грамм. 126 штук. Не, пойдем вот так возьмем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чего так мало? Сковородка-то вон какая огроменная. Чего мы так мало накладываем? Ну, ну-ка вся. Вот так вот надо помотать немножечко, чтобы креветочки все прожарились. А то я знаю, в тот раз пожарил, они были половина красных, половина черных, половина вообще непонятно каких. Жарите 50 секунд и переложите потом на тарелку. На тарелку в глубокую. Суп, говорит у меня. Как громко-то. Тут надо слить маслице. Пойти взять лимончик. Я таймер не поставил, ну и ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ Порезать все равно не успею, поэтому давай подождем. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже почти готово. АПЛОДИСМЕНТЫ Наверное, хватит. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, давай-ка мы не будем рисковать. Мы соус сначала перелили, а теперь будем насыпать креветки туда. Угу, вот так. И сюда же насыпем сейчас лимончик. Вот это хорошо, вот это красиво, мне кажется, получается. Так, здесь нужно пополам еще раз пополам, поэтому тут мучиться не нужно. Тут нужно просто вот так вот сделать. Раз. Потом вот так вот сделать. Примерно вот так вот. Ну, где-то вот так вот. Вот так вот. Двадцать. Сколько тут? Девятнадцать. Двадцать три, блин, ну и ладно. И вот здесь вот сделать. Угу. Вот серединка, вот она через серединку проходит. Так вот. Тоже вот это вот, блин, побольше, а вот это поменьше. Вот это маленький совсем, а вот это большой. Ну, а что ж поделаешь? Не особо видно это, когда режешь. Да отстань ты. Возьми ты лимон. Лимон возьми, говорю. Молодец. И свежей петрушки шесть грамм. Это тоже три штучки. Раз, два, три. Мне кажется, это идеально приготовленное блюдо и выглядит красиво. Нежели в прошлый раз, а то как-то половина недожареная была. Да, жареные креветки пятизвездочные получились. Давайте на этом с вами закончим, потому что что-то больно... Да, наверное, это последний заказ, нет? Или не последний, еще один заказ будет? Еще один заказ. Это что, простой украинский борщ? Ну, давай тогда простой украинский борщ сделаем. Куда я пошел? За кастрюлю я пошел. Во, томатный супчик. Томатный супчик мы сейчас делаем. Вот томатный супчик у нас готов. Где-то, кстати, был. Возьмем глубокую, естественно, тарелку. А-а, подожди. Надо его погреть. До какой-то там кондиции довести. Взять большую тарелку глубокую. Поставить вот сюда. По украинскому борщу что тут? Куриный бульон? Литр нужен, литр куриного бульона. Это нужно купить сначала. Потому что у меня его нет. Взять кастрюлю, в которую мы это все дело наливать будем. Сюда, собственно говоря, весь куриный бульон и надо вылить. Как удобно, когда нужно наливать именно столько, сколько есть. Так, и соли 20 грамм, черного перца 20, ой, 20 грамм, свеклы, репетитового лука, морковь, петрушка. Понятно. Все, короче, туда нужно намесить. Давай дождемся, пока это погреется. Потому что, ну, сейчас мы отвлечемся, перегреется, сварится там. И будет, короче, некрасиво. Некрасиво получится. Отлично. Несем суп вот сюда. Берем поварешку. Берем раз. Берем два. И несем от дела заказчику, клиенту нашему. Надеюсь, он будет доволен. Томатный суп. Держи. Отлично. Гость доволен, должно быть написано внизу. Да, гость доволен, отлично. И тем более, ой, тем более, дальше мы занимаемся борщом, в котором нет ни грамма мяса. Соль 20, черный перец 20. Соль, 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 вот соль. Это не тот. Вот сюда. 20. Чёрный перец 20. Не граммыхай. Свёколки нужно насыпать туда. Аж 600 грамм репчатого лука 120. Это, естественно, одну штучку. Морковку одну штучку. Короче, лук, морковку одну штуку. Петрушки, я так понимаю, тоже. Ладно, пойдём туда. Там телевизор есть. Зачем мы здесь смотрим? Так. Свёкла. Свёкла. Как она там правильно? 120. 120 это 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Лук, морковь. 120, 70. Кстати, лук где-то здесь есть. 120 и 70. Петрушка сколько весит? 80. А им нужно сколько? 80. Вот и всё хорошо. Отлично. И теперь это дело нужно взять и переместить блендером, как мне написали. Да и уже почти борщ. Можно микроволновку кинуть, просто погреть. Никто даже не отличит, что это не борщ. Что он не сваренный. Выглядит как настоящий. Что там дальше делать? Варите 120, налейте жидкости столько-то в глубокую тарелку. Так, 120, да? 120, 120 секунд нужно. Так, где мой калькулятор? Калькулятор. И в целом ожидаем, просто ожидаем, когда сварится супчик. Чтобы отдать его нашему довольному будущему клиенту. То, что у нас два ежедневных задания, это кажется здорово, но что-то денег мы больше не получим, наверное, да? Простой украинский борщ. Наверное, сложный с мясом. Так, а что там? Там дно у тарелки видно, аж через борщ. О, какой наваристый. Целую минуту сидеть куковать. Ну, что ж поделаешь? Давай посидим, подождем. Ну, а что делать там еще с тобой? Сиди, дожди. Кстати, сегодня, может быть, демка Resident Evil выйдет? Возможно. А кто знает, а может и не выйдет. Она у меня просто есть, я ее скачал, но записать запишу, не знаю. Может быть, запишу. Может быть, не запишу. Как там пойдет вообще по настроению? Хрен его знает. Явно будет стрим. Стрим точно будет. Сабнафтику будем катать. Плавать там. Моря изучать. Океаны подводные глубины. А вот по поводу Resident Evil сегодня не знаю. Вот завтра точно будет. Завтра он выйдет и будет вообще все классно. Тик-тик-тик. Подожди, он. Он звенит, как будто вот здесь. Ну да, он как будто вот здесь. Вот со своего старого места не ушел. А на самом-то деле, он вот тут. А он вон там. Сейчас и звенит там, небось. Сколько там времени осталось еще? Две минуты. Вот супы варятся очень просто. Вот такие вот, по крайней мере, супы первоначальные, первостепенные. Они варятся очень быстро. Они варятся очень быстро и просто. Кастрюльку возьмем. Самое главное, блин, картошку он горячую взять не может. А как ее называют? А кастрюлю горячую с плиты он может взять. Вот это молодец. Ой, тихо. В такую мы точно не нальем. Поварешка. Раз. Два. Все. Кушать подано. А, ничем украшать там не нужно. Там просто нужно налить икс жидкости и отдаться. Пусть кушает. Пусть кушает, говорю. Пять звезд. Вот все, мы с тобой научились это все делать. За шесть минут. Кто больше за шесть минут умеет варить? Да никто. Все, мы больше не берем заказы и, собственно, на этом заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. По традиции, естественно, если ты не напишешь комментарий, то мне будет обидно. От тебя это не так много сил потребует. Так что пиши обязательно, ставь лайки. И что я хочу сказать еще. Увидимся с тобой в следующей серии, в следующих видео, в каких-то очень интересных наверняка. Как, блин, как может быть видео неинтересным? Тем более с такой прекрасной игрушкой. Пропустим фазу уборки, потому что у нас тут не особо насрота. И, естественно, вкачаем сейчас, наверное, перк, какой-нибудь, да, там, навык. И попрощаемся, и закончим серию. Терпимость к вкусу нужно прокачать. И нужно прокачать, естественно, не время подачи блюд. Вот вы теряете, наверное, да? Да, наверное, вы теряете меньше очков славы, и будет вообще все круто. День седьмой уже, представляешь? И день седьмой у нас будет в следующей серии. Всем удачи. Увидимся с вами в следующей серии. Естественно, еще раз я повторюсь. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok